Итак, дорогие друзья, мы начинаем массаж рук со стороны спины. Соответственно, обнажаем ту часть тела, которую нам надо. Укрываем полностью вашего человечка простынью руку, кладем вот в эту сторону и просим его плавно повернуть голову в другую сторону, чтобы не затекала шея. Вот, тут нам достаточно, можно даже пока вот так вот положить, одной капельки масла. И что мы делаем? Ну, прежде всего, то же самое, что с ногами и с другими частями тела. Начинаем с растирания, с разогревания. Достаточно быстро это делаем. Плечи обходим поперек. Мышц вдоль волокон также можно пройтись. И потом более глубоко захватываем трапециевидные мышцы и прогоняем от края рук, да? Мы делаем все движения, кровь, говорим сюда, к сердцу. Опять же, в данном случае, лучше начинать с правой руки. Ой, с левой руки, со стороны сердца. Вот такие массажные движения. Те же самые кольцевые захваты, о которых мы всегда говорили. Потом разделяем плечо на три пучка. Их даже иногда вот видно. Передний пучок, средний пучок и задний пучок. Каждый пучок вот отдельно. Проминаем. Проминаем. И еще раз проминаем. В том месте, где они стыкуются с ключичной косточкой, да? Вот, видно, она такая вот квадратненькая, да? Мы берем лапу леопарда и еще раз отодвигаем эти мышцы, стараясь их отодрать как бы от косточки. Вот туда. Если человек жалуется, что у него болит плечо, как правило, это бывает какой-то одной из точек. Из точек здесь, здесь, либо здесь, либо здесь. Чаще всего, ну, процентов девяносто. Это происходит из-за того, что человек потянул суставную сумку. Она у него растянулась, но он что-то, может быть, резко бросил. Или резко поднял, потянул, да? И она чуть-чуть надорвалась. Или вот кто-то со штангами занимается, там всегда бывают микронадрывы. И залечивается она очень долго. То есть эта боль проходит иногда только через полгода, иногда и через год. Потому что человек не может постоянно плечо неподвижно держать. Постоянно он что-то опять делает руками, да? И, соответственно, постоянно микротравму продолжает наносить на это место. Помочь ему можно, ну, не на сто процентов. Прямо сразу результат, может быть, это не принесет. Но мы сделаем те же самые приемы, что и с мышцами, да? Либо мы их разогреваем, и вот этот отток крови делаем, чтобы она циркулировала там быстрее. Либо мы находим вот эту болевую точку, например, здесь. А вы это почувствуете, тонко пальчиками прорабатывая. Вы посмотрите, что прям такой, как будто бы жгутик тянется. И идет в это место. Или здесь где-то, да? Прямо этот жгутик такой натянутый, вот этот вот сухожилийный. Мышцы прорабатываются, доходятся до той точки, где болезненно, да? И продавливаете ее, нажимаясь на нее с силой. Например, вот здесь надо. Нажимаете, человек терпит. 5 секунд, 10 максимум. И отпускаете. Вот таким способом. Далее мы кладем руку. Вот так она должна быть расслабленно полностью висеть. Еще капельку масла, много не надо. И прорабатываем локоток. Подробно от периферии к центру в данном случае двигаемся. Каждую косточку вот так вот любовно обходим, облаживаем. Дохватываем мышцы крупные, трапециевидные. Продолжаем гнать кровь и римфу в подмышечную область и в подключичную область. Вот туда. И даже можно плечо захватить и так же дополнительно промять. В случае, если у вас есть у массажного стола такие специальные ушки, да? Можно руку на него положить, вытащить туда ушко. Если ушка нету, да? То можно положить руку себе на колено. И вот так прорабатывать будет вам достаточно удобно. Неудобно, можете прям даже сесть. С этой стороны сесть. Или с этой стороны сесть. По идее, все равно. Можете подложить одну свою руку, опережьтесь на кровать. Ой, в смысле, на стол. Вот видите, рука спокойно лежит. И вы свободно своей рукой прорабатываете его мышцы, пока ваша собственная спина отдыхает. Вы в этот момент тоже релаксируете, расслабляетесь, отдыхаете. Далее делаем вот такой вот прием. Захватываем кисть и разворачиваем ее вот так вот внутрь. Не прямо под прямым углом, а как бы по 45 градусов. Такой поворот, да? Здесь прорабатываем вот такие точки. Между... Три точки есть. Между этими пальцами, вот этими пальцами и вот этими пальцами. Там такая ямка, она достаточно болезненная. Вы ее почувствуете пальцами. Это те же самые аккупунктурные точки. И, соответственно, зажимая точку между мизинцем и безымянным пальцем, да, мы опять массируем мышцу плечевую, заднюю. Среднюю точку нажимаем между пальцами. Средний пучок мышц вот этих вот промассируем. При этом руку я стараюсь натянуть вот туда. На него максимально. То есть идет растяжение вот этих вот мышечных волокон. Вплоть до ключицы. Нажимаю точку между большим указательным пальцем и вот этим длинным пальцем, да, получается передний пучок мышц. Я еще раз промассирую, еще раз разогреваю его. И мягким движением, подбив человека под локоть, опускаем руку на стол. Так, ну, просто им оставим. Соответственно, на столе, если человеку достаточно толстый, да, широкий, не вмещается, то просто попросите его чуть-чуть подвинуться к этой стороне. Ну, в данном случае все нормально, у нас рука нормально лежит, она не спадает. Одно капельки нам опять хватает, чтобы покрыть всю поверхность руки маслом. И мы продолжаем ее разогревать, опять же, теми же самыми движениями, снизу вверх. Проходясь снизу вверх. Опять же, так как и в случае с ногой, делим визуально руку продольно на две части и массируем отдельно внутреннюю часть. Бицепс это такая большая, длинная прямолейная мышца, поэтому с ней много мы не занимаемся, а стараемся. Один раз его промассировав, да, второй раз провибрировав, и несколько раз продольно проглаживаем его продольно. Если при этом у вас рука начинает сползать и падать, упирайтесь коленкой, чтобы она держалась. Когда вы работаете с этой стороны, упирайтесь в локоток, чуть-чуть в локоток, чтобы рука не падала. Проходим с этой стороны, разминая все группы мышц, растягивая эти мышцы. Целиком, вот так вот, бицепс тоже, нужно растянуть, это достаточно приятно. Делаем вот такое вот пилиние, то есть поперек мышц мы идем, да. Делаем, вот опять же вдоль этой оси, разведение мышц пальцами достаточно глубоко и сильно. Делаем скручивание. И вот по технике PIR это скручивание очень хорошо делается со суставом, например, с локтевым. Одной рукой мы держим плечо, а другой предплечье крутим в разные стороны. Надавливаем, скручивая, растягиваем, надавливаем и растягиваем. Можно поменять руки, если вам удобно, например, другие мышцы по-другому захватить. Чтобы перейти к пальчикам, да, вот тут начинаем вот эти мышцы возле косточки и проверяем, какая из них действует, кто палец. Вот вы видите, когда мы нажимаем, они начинают сгибаться. Рука лежит. Вот, чисто рефлекторно пальцы начинают подгибаться сами. Запястье аккуратно прорабатываем. При этом я для сокращения времени делаю параллельное движение обоими руками. Этой рукой косточками массирую поперек ладонь, а этой рукой пальцем я массирую запястье продольно. То есть такое перекрестное движение получается в двух перпендикулярных плоскостях друг к другу. Далее разводим кулачками. Прямо можно сильно, силу вот так вот развести. Ладонь расплющить, как будто мы ее стараемся, распрямить во всех плоскостях. И в этой, и в этой. Есть еще такой прием, когда мы делаем, так называемую, куриную лапку. То есть не лапу леопарда, а у нас один палец не двигается, остается три пальца, а этот палец большой напротив. Получается вот так вот три здесь, ставим их в ложбинки между вот этими его пальцами, а это на запястье. Получается такое вот растягивающее движение сразу во все стороны. Ну, мизинец даже, видите, ходит по перепонке между большим пальцем. Ну, перепоночки, как мы сейчас перемешиваем, да? Быстро разворачиваем корпус, захватываем пальчики, смазываем их дополнительно маслом, уже при этом массируя. Можно посильнее массировать, зажимая пальцы между своими пальцами. Вот так, вот так. Тоже старайтесь во всех плоскостях. И это делаем, как правило, одновременно, чтобы не терять время на очередность наших пальцев, да? Чем больше пальцев мы захватим, тем лучше. И далее делаем вот такой захват. Растопырив свои пальцы, стараемся поместить их вот между тремя вот этими пальцами, которые ближе к телу. Растопырив другие пальцы, мы помещаем их между двумя пальцами, которые в мизинец или замяна находятся, да? И как бы выворачиваем ладонь на себя. Вот мы ее растянули. Растянули все мышцы ладоней, и вот там, где пальцы соединяются, прорабатываем подробно вот эти акупунктурные точки вместе их с очленением. Переходим за них и еще раз проходимся с другой стороны тех же самых косточек. Проходимся продольно, вдруг вдоль всей ладони. И здесь, так же, как и на ногах, находится толстый кишечник. Вот так вот буквой П находится толстая кишка, а в середине тонкий кишечник. Если мы надавливаем центр ладони, это акупунктурная точка. Если болезнь говорит о том, что что-то у нас с кишечником, он видимо засорен, или там скопили скаловые массы, или еще что-то. Не больно сейчас здесь? Нет. Нет, ну, значит, говорит о том, что человек здоровый. Раздвигаем эти мышцы, стараясь как бы все пальцы как будто бы друг от друга отделить. Это очень полезное упражнение. И не забываем про отдельно вот эти вот две большие мышцы вокруг мизинца и большого пальца. Далее смотрите, очень интересный момент по поводу скручивания. Продолжаем нашу со стороны гимнастику, ленивую гимнастику для человека. И берем его ладонь, начинаем скручивать. Она сейчас находится на оси с предплечьем, скручиваем вдоль этой оси. В эту сторону и в обратную сторону. Теперь то же самое, но под углом 45 градусов. Вот сюда, наклон, вот туда и в ту сторону наклон. Теперь наклон сюда и наклон в обратную сторону, вот туда. Проделывая это упражнение, я обычно разминаю запястье еще с обратной стороны, с тыной. То есть, у меня параллельно, видите, ходит палец, разминает. Несколько пальцев разминают, а эта рука скручивает. Это все параллельно делаю. Также можно прожать вот эти вот точки, которые я показывал, да, акупунктурные. И все это параллельно с этой рукой разминаю запястье. Размяли запястье, вставили теперь в свои пальчики. Вот так вот, как будто мы с ним хотим обняться, а на самом деле мы их устанавливаем вот теперь на эти точки. Видите, вот на перепонке. И выгибаем пальцы в обратную сторону. Так выгибаем, что можно потрясти, и при этом даже будет слышен хруст вот в этих суставчиках. Вот в чем заключается мануальный массаж, видите. Постоянно мануальное воздействие на костно-связочный аппарат. Растягиваем связки. Дополнительно массируем пальцы, опять же, человека, да. И вот важно показать, чтобы рука была свободна. Вот он свободный, видите, висит. Все, практически массаж руки закончен. Но осталось нам сделать лимфодренаж. Для этого мы полностью закрываем всю его ладонь своей ладонью. Покрываем ее, да. Так укрываем, чтобы прямо надавливаем сверху. Даже всем телом можно надавить. Чтобы шел отток крови оттуда. А второй рукой мы эту кровь и эту лимфу, плотно обхватив его руку, медленно, медленно прокачиваем вверх. Заканчивая движение, соответственно, либо во впадине под мышкой, либо, если больше упроет на внешнюю поверхность, то подключиться. Как здесь держать руку? Абсолютно неважно, это на ваш выбор. Можете с этой стороны руку вести, да. Можете вот так. Можно вот так. Можно пальчиками, кулачками. Можно вот так. То есть тут положение в вашей руке большого влияния не играет. Главное, чтобы вы просто понимали для себя, насколько вы усилия применяете. Кому-то надо пожестче, соответственно, делаете кулачком. Кому-то еще жестче, делаете костяшками пальцев. Кому-то надо мягче, делаете открытой ладонью. То есть смотрите сами по консистенции тела человека. И закончить прием с массажем руки со стороны спины. Я предлагаю вот таким способом. Повесили расслабленную руку опять рядом с собой, да. Мы уже до этого расслабили вот этот локцевой сустав, да. Теперь он расслаблен, должен спокойно качаться. Делаем качательные такие, вращательные движения в сторону к центру нашего человека, да. То есть вот так вот у нас ходит кисть. Поддерживаем это качание одной рукой, второй рукой. Подкладываем его под плечо с этой стороны и лопатку крутим на него. Помните, когда мы обрабатывали спину, мы тоже делали, как бы одеваем лопатку ему назад на спину. Берем и одеваем. Вот. Но в данном случае это все делается расслабленно, без всякого напряжения, без усилий, без силы. Получается вот такое двойное движение. Здесь крючение и там крючение, видите. С двух сторон крутится рука. И тягиваем руку до конца, чтобы она расслабилась. И мягко согнув пополам укладываем на то место, где мы ее взяли. Закрываем теплую простынью и переходим к обработанию массажными техниками руки с другой стороны. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...